Здравствуйте, уважаемые подписчики, сегодня у нас в гостях это миграционный адвокат из Великобритании, его зовут Руслан, сейчас Руслан нам вкратце расскажет о своей компании, о своей деятельности, и сегодня мы будем говорить о трудовой миграции в Великобританию. Руслан, здравствуйте. Здравствуйте, спасибо, Алена, что пригласили, меня зовут Руслан Косаренко, я иммиграционный адвокат, наша фирма называется Sterling Law, мы работаем на рынке более 10 лет, входим в Legal 500, как одна из лучших миграционных фирм в области иммиграции и прав человека. Сегодня мы расскажем об изменениях, которые войдут в силу с 1 января 2021 года, и эти изменения на самом деле колоссальные, я бы сказал бы, наиболее масштабные, глобальные за весь период моей практики в Великобритании. Изменения связаны с Brexit, в связи с тем, что граждане Евросоюза уже не будут иметь автоматическое право работать в Великобритании, и в связи с этим наши миграционные органы ввели правила, которые уравняли всех европейцев и держателей неевропейских паспортов, таким образом усложнив жизнь европейцев, которые теперь будут подвергаться бюрократическим каким-то процессам, и облегчив жизнь неевропейцев, которым рабочую визу будет получить гораздо легче. Скажите, пожалуйста, тогда вообще, какие возможно открыть рабочие визы? Конечно, в первую очередь к нам больше обращаются граждане не из Евросоюза, то есть это граждане бывшего СНГ, иногда к нам поступают заявки из Литвы и Латвии, но это, скажем, очень редко, больше все-таки СНГ. Конечно. Наиболее популярный вариант сейчас, который мы наблюдали в период пандемии и до вот этих вот больших изменений, это был Global Talent. Я знаю, что некоторые сомневаются, прочитав какие-то требования, и само название Global Talent, возможно, отпугивает потенциального заявителя, но такие примеры, вот как я вам сейчас зачитаю, мы, например, таких Global Talent сделали несколько десятков уже виз, и для примеров, кто вот их получает. Например, инженеры из России, певица из Украины, mechanical engineer и technology researcher из Украины, музыкант из Казахстана, mobile game developer из России. То есть вот абсолютно разносторонние, разношерстные специалисты получают такую вот визу Global Talent. Если вы уже проявили себя в своей индустрии, в своей специальности, вы патендуете на визу, категорию визы талант, которая выдается на три года, и можете претендовать на ПМЖ по истечении трех лет. Если вы только проявляете какие-то лидерские качества в этой индустрии, и вы еще не дотягиваете до таланта, вам выдадут категорию Promise. В таком случае вы будете жить и работать в Великобритании пять лет перед тем, как вы получаете статус Settled. Хорошо, скажите, пожалуйста, какие основные критерии, да, или какие основные документы, как соискатель должен, скажем, подтвердить свой статус, свои навыки? Критерии, на самом деле, не сложные. Они описаны очень подробно на сайте GOV.UK. Необходимо получить эндорсмент от одного из эндорсеров в Великобритании. То есть мы работаем в основном с Tech Nation, потому что эта виза очень популярна среди Tech Community. Но такие эндорсеры, как Royal Society, например, Art Council, также имеют право эндорсить заявителя в других отраслях, которые не являются Tech Related. Соответственно, чтобы получить этот эндорсмент, нужно будет предоставить свой профайл, резюме, референсы. Мы это все готовим для клиента, это все входит в наш пакет. И таким образом делается вот эта заявка на эндорсмент. Это не является иммиграционной заявкой. Это сначала такой приаппровал от вот этого авторизированного органа. Соответственно, бояться такой заявки не стоит. Она никак не влияет на визовую историю ни для Англии, ни для любой другой страны. Ее можно делать несколько раз также. Поэтому мы очень рекомендуем всегда попробовать. Если человек, например, колеблется, но вот наши сотрудники определяют, что нет, смотрите, у вас все-таки есть шансы, потому что по нашему опыту похожие кейсы проходили. Мы всегда советуем подаваться. Вот как пример, ко мне обратился человек, у него PHD, в смысле кандидат наук он из России, но сейчас он работал вот в последнее время в Бразилии. И он обратился для того, чтобы приехать в Англию по Tier 2. Его пригласили на работу. Я с ним переговорил, я увидел, что так как у него есть кандидатская степень и богатый опыт работы в его индустрии, я ему предложил рассмотреть все-таки Global Talent, а не подаваться на рабочую визу, потому что рабочая виза все-таки привязывает вас к работодателю на некоторый период. И довольно-таки сложно было его убедить. Он был убежден в том, что он не проходит по Global Talent, он не верил в то, что он его получит. И мне просто пришлось настолько много энергии вкладывать, чтобы его убедить, попробовать. Ну и, конечно же, он получил. Конечно же, он был в шоке от того, что он получил, причем очень быстро. Его индорсер был Royal Society, и мы сделали это за две недели. Также хочу обратить внимание, что здесь очень важны референсы. И, конечно, мы рекомендуем, чтобы хотя бы один референс был из Британии. Но я считаю, что лучше провести отдельную встречу, посвященную Global Talent, где мы расскажем потенциальные pitfalls, какие-то проблемы с такими заявками, на что нужно обратить внимание, когда референсы готовить. На самом деле очень много информации об этом в интернете. Но вот у нас в команде есть трое сотрудников, которые занимаются этим очень профессионально, тщательно, и мы с удовольствием поможем вам получить этот индорсмент. Кстати говоря, на начале этой недели у нас был индорсмент за один день. То есть моя сотрудница подала клиентский вечером запрос, и буквально до обеда на следующий день наш клиент получил индорсмент. То есть если хороший профайл, это все реалистично, быстро, и после того, как вы получаете индорсмент, вы уже делаете иммиграционную заявку в самом консульстве, в визовом центре, где вы там находитесь. Хочу сразу обратить внимание, что мы, конечно же, в основном помогаем клиенту подготовить пакет документов на индорсмент. Но сама визовая заявка тоже иногда требует отдельного подхода и так далее. Баст маджорити, по-русски, большинство, львиная доля клиентов, конечно же, с индорсментом получает саму визу, въездную визу без проблем. Но у нас был вопиющий случай. На прошлой неделе человек получил отказ из Украины после того, как получил индорсмент, на основании того, что он не задекларировал предыдущий отказ в американском консульстве. И, естественно, он, получив индорсмент благодаря нам, решил сэкономить и подал на визу самостоятельно. Конечно же, если бы мы готовили ему пакет на визу, мы бы обязательно предупредили о последствиях. И, к сожалению, сейчас в текущий режиме миграционные правила говорят о том, что если вы предоставили неправдивую информацию о своей миграционной истории, у вас запрет на въезд в 10 лет. То есть, имея индорсмент, не смог человек получить антреклиренс. Конечно же, мы сейчас будем это оспаривать с помощью админревью. У него есть аргументы, на самом деле, в его пользу. Мы, в принципе, готовы помочь клиенту решить эту проблему. Но вот чтобы не сталкиваться, лучше все-таки, конечно же, пакетно подходить к этому. Получив индорсмент, лучше все-таки продолжать с юристом, чтобы грамотно завершить этот важнейший процесс. И уже въехать в Великобританию. То есть, мы, наверное, много-много говорим о Global Talent. Но на самом деле изменения касаются, вот с 1 января, о которых я начал говорить, не самой Global Talent. Это просто была самая популярная виза во время пандемии. Но с 1 января вот эта нам всем известная виза TR2, рабочая виза, облегчается в разы. То есть, настолько будет реалистично гражданам России, Украины, Казахстана, Беларуси, всем вот бывшим Советским Республикам приехать в Англию работать. Обязательно нужно попробовать и оценить свои шансы. Информация, опять-таки, в чем заключается изменение. Во-первых, уровень вакансии, который раньше был Level 6, шестой уровень, это Graduate Level, выпускник университета, снизили до уровня 3. Это значит, что средне-техническое образование уже подходит для того, чтобы получить рабочую визу в Великобритании. Это первое изменение. Второе изменение – снизили зарплату. То есть, работодателю раньше, возможно, было невыгодно брать сотрудника из-за пределов Евросоюза, из-за того, что Home Office прописывал определенный уровень зарплат. И иногда, в некоторых случаях, эти зарплаты были выше, чем market rate, чем рыночная зарплата. Сейчас опустили уровень зарплаты. То есть, если вы сейчас имеете предложение с зарплатой 25 600 фунтов в год, вы можете передавать на рабочую визу. Для андрей, это очень низкая зарплата. Это специально было сделано для того, чтобы небольшие бизнесы могли себе позволить нанимать сотрудников из-за рубежа. Следующее изменение касается Shortage Equipation List – это список востребованных профессий, при котором вам дается сертификат на спонсорство. Сразу же 50 баллов вам выдается из 70 необходимых, если вот ваша профессия там указана. Его расширили на 70 вакансий. Вот такие вакансии, например, как BrickLayer, то есть это укладчик кирпича, няня в детском садике. Их на самом деле много, я сейчас перед собой списка не имею, он в отдельном аппендиксе идет, в иммиграционных правилах. Вот такие вот неожиданные вакансии оказались в списке востребованных профессий. Кроме этого, по-моему, даже учителя и переводчики оказались. Выпускники, например, факультета иностранных языков теперь оказались в списке востребованных профессий в Англию. Сразу набирают 50 баллов. Кроме этого, конечно, они удовлетворяют английский язык. Единственное, что надо формально сдать английский язык. Кстати говоря, вот английский язык остается самым таким, наверное, большим барьером для людей, которые хотят приехать работать в Англию. Требование по английскому языку – это B1. По IELTS – это четверка во всех категориях. Speaking, listening, writing and reading. Да, письмо, говорение, чтение и слушание. Вот по всем четырем категориям элементам нужно иметь вот эту четверку по IELTS. Конечно же, некоторые люди хотят приехать работать в Англию, но до того, как вы начнете рассматривать, подавать на вакансии, вам нужно убедиться, что у вас есть сертификат или что вы потенциально можете сдать этот экзамен, этот тест. Без него никуда, никак. Но это, наверное, все, да. Вот такие вот изменения произошли, которые вступают в силу 1 декабря. Можно уже подавать на вот эти визы. И с 1 января они уже будут выдаваться. То есть правильно ли я понимаю, что в принципе работодателю не нужно доказывать своим властям, что вот этот вот сотрудник, ему необходим там выставлять вакансию на биржу туда или как-то, ну, скажем, какие-то вот эти бюрократические сложности, да, которые существуют в большинстве стран Евросоюза. Да, Лена, вы абсолютно правы. Абсолютно правы. Это одно из изменений, о которых я тоже хотел рассказать. Не нужно проводить вот, что называется, этот Resident Lab Market Test. Рекламировать вакансии 20 дней, доказывать, что британцы... Да, замечательно. ...не подали. Теперь это полностью упразднено. Все могут выдавать сертификат о спонсорстве, не задумываясь, не заботясь о том, что не поискали местного сотрудника. Но это вообще, это отличнейшие новости. Поэтому я считаю, что грех не воспользоваться. Вы знаете, получается, что, скорее всего, они взяли пример с Германии, потому что Германия буквально недавно ввела аналогичные требования, да, то есть они упростили вот этот вот режим, да. Там тоже в большинстве случаев требуется языковой стратификат, подтверждение дипломов. Кстати, по поводу подтверждения дипломов, оно необходимо или достаточно просто, скажем, там перевод на английский? Потому что вот если мы говорим в Германии, то есть заранее человек должен подтвердить диплом, он должен полностью соответствовать, да, там, немецким стандартам, количество часов, количество предметов. И иногда даже органы власти выдают предписание, что, скажем, диплом подтвержден не полностью, вам нужно там столько-то там часов еще прослушать такой-то предмет. Сразу скажу, что для Англии это нерелевантно, я бы даже сказал чуждо. Вы знаете, я недавно смотрел ролик на канале EP Advisor истории переезда, там один из героев говорил, что если вы пришли в Англию на интервью с вашими дипломами, переведенными сертификатами, то работодатель подумает, что у вас что-то не то с памятью. И вы знаете, насколько я вот согласен с этим подходом, но в Великобритании это вторично. Но если бы вы закончили какой-то крутой вуз, и вы очень этим сильно гордитесь, и вы считаете, что это ваша фишка, конечно же, но и то на интервью не имеет смысла уйти с дипломом. Вы просто указываете его на своем Линкдине и в резюме. А вообще работодатель требует от вас практического применения ваших вот skills. Skills – это ключевое слово. Поэтому вы должны продемонстрировать именно, что вы умеете, а не формальной квалификации. У нас есть, конечно же, есть орган, он называется NARIC, который может провести оценку вашего диплома за небольшую оплату, там, может быть, 90 фунтов, я, к сожалению, не знаю точно. И они дают сертификат эквивалентности. Ну, я, во-первых, вам скажу, как я являюсь тоже работодатель, я никогда в жизни требую у человека сертификат эквивалентности. Я не видел, чтобы в Англии этим кто-то особо озадачивал. Знаете, тут такой нюанс. Работодатели в Германии тоже не требуют, но этого требует посольство, и без этого они не дадут рабочую визу. Иногда работодатели даже не знают, о чем идет речь, им ничего такого не надо, но, к сожалению, вот эта бюрократическая процедура, несмотря на упрощение трудоустройства, она сохранилась. Вот по аналогии, нужно ли при оформлении рабочей визы вот таким образом свои дипломы подтверждать, или это не нужно? Формально в иммиграционных правилах этого не прописано, но я хочу обратить внимание на то, что иммиграционный офицер оставляет за собой право, а это прописано в иммиграционных правилах, проинтервьюировать, оценить, насколько человек соответствует, насколько эта вакансия genuine, по-русски, насколько она правдива, что она действительно существует, а человек не едет по каким-то там другим притекстам или причинам. Поэтому в какой-то момент, возможно, у кого-то запросят, вот вы подаете на, вас приняли вот на эту работу, и у нас есть подозрения, потому что ваш LinkedIn не указывает на опыт в этой сфере, вот подтвердите ваше там образование, или что-то, может быть, в каком ключе что-то возникнет, но в правилах это не прописано. Но, тем не менее, я сталкивался с тем, что иногда интервьюируют людей, заявителей на британскую визу, чтобы уточнять какие-то аспекты. Поэтому к этому нужно быть готовым. Но у нас нет требования, чтобы ваша специальность соответствовала вакансии, на которую вы подаете. То есть если вас принял работодатель работать маркетологом, вам не нужен диплом в маркете. Вы можете подавать на вакансию маркетолога с дипломом Института иностранных языков, потому что это не является требованием, чтобы у вас соответствовало. Знаете, из того, что я сейчас услышала, это, наверное, вообще самое привлекательное условие в Европе, я вам скажу. То есть действительно очень много нюансов, которые отличают процесс этого трудоустройства от других стран. И, возможно, действительно многие просто не знают, потому что на данный момент для многих в Великобритании кажется все-таки каким-то недоступным таким моментом. Возможно, все еще не знают вот об этих изменениях. И я думаю, то, о чем мы сегодня вот с вами обсудили, это будет, мне кажется, такой нонсенс. То есть я постараюсь максимально донести до клиентов вообще вот эту вот всю эту систему. И, конечно же, нужно начинать работать, потому что, ну, действительно это уникальная возможность. Почему нет? Ну, я с вами полностью согласен. У нас в Великобритании 20-й год был очень турбулентным. У нас не только коронавирус, как и во всем мире, у нас еще и Brexit. И, конечно же, экономику шатает. А восстановление экономики в основном зависит от доступа к сотрудникам, профессиональным сотрудникам и, конечно же, талантливым сотрудникам. Соответственно, британское правительство решило привлекать рабочих в Великобританию. Это связано прежде всего, как я сказал, с Brexit. Но я считаю, это также послужит восстановлению экономики после того, как мы пострадали очень сильно от коронавируса. Наверное, многие, кто интересуется Англией, слышали, что падение экономики в Великобритании в 2020 году составит 10% GDP. Это самое большое падение за 300 лет. Соответственно, мы очень будем надеяться, что приток новой рабочей силы поможет восстановление. Хорошо, спасибо. Ну, смотрите, наверное, в этом видео не будем с вами затрагивать тему бизнеса, потому что я думаю, что она не менее интересна. Я сама вообще хочу послушать, тоже сравнить относительно вообще программ в других странах. Также я вообще подбираю для себя тоже какую-то бизнес-программу. Может быть, хочу все-таки открыть филиал в своей компании еще где-то за рубежом. У меня в основном филиал это в России. Вот, поэтому давайте тогда оставим бизнес на следующий этап. Я хочу напомнить всем нашим подписчикам, что подписывайтесь обязательно на наш канал, оставляйте заявку на нашем сайте. В случае, если вам нужна персональная консультация нашего партнера Руслана, мы обязательно вас с ним свяжем. Для этого просто нужно нам написать. Вас я хочу еще раз поблагодарить за то, что уделили время. Очень интересно рассказываете, потому что у меня же такой, знаете, большой опыт вот общения именно с партнерами. Это всегда настолько чувствуется, когда вот человек, ну именно профессионал своего дела, он не лезет за словом в карман, он сразу хочется стать его клиентом, знаете. Я был рад участвовать в вашем видео сегодня. Я очень люблю Англию. Приглашаю всех попробовать пожить, поработать. Прекрасная страна для развития, для собственного развития, профессионального развития, на мой взгляд, равных нет. Несмотря на то, что мы выходим из Евросоюза, я не считаю, что в Англии это как-то чувствуется. Возможно, даже есть какие-то преимущества. Поэтому добро пожаловать, всегда будем рады помочь. Всем пока, до скорых встреч. До свидания.